ДТП Кто прав, а кто виноват, установит следствие. Полицейские призывают пешеходов на дороге быть более внимательными. Необходимо обратить внимание пешеходов на то, что переходить проезжую часть, во-первых, необходимо только в зоне действия пешеходного перехода и только убедившись, что все транспортные средства остановились. Отмечу, что именно ДТП с участием пешеходов лидирует в сводках ГАИ. Три года лишения свободы за поставки героина в колонию. Такой приговор вынесли в Красногринском суде Самары. Наркополицейские задержали 35-летнюю Надеру Довлатову еще в августе 2011 года. Поймали практически за руку при организации тайника с героином в поселке Управленческом. При ней оказалось 100 граммов наркотика. По словам женщины, помимо нее в группе также были курьеры, которые перебрасывали наркотики на территорию колоний. При этом они были уверены, что в свертках мобильные телефоны. Оказалось, женщина занимает в цепочке хоть и не последнюю, но и не главную роль. Организатор наркобизнеса отдавал ей приказы по мобильному телефону, при этом находясь в колонии. На данный момент наблюдается такая тенденция, когда лица, причастные к незаконному обороту наркотиков, используют так называемый бесконтактный способ передачи наркотических средств и расчета за них денежными средствами. То есть используется мобильная связь, средства СМС, закладки и также перевод денежных средств с помощью электронных кошельков. Следствие по делу шло два года. Признательные показания женщина начала давать почти сразу. 136 преступлений за сутки. Половину дел полицейские раскрыли по горячим следам. Как всегда, много краш и грабежей. Накануне по подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Самаре задержали 22-летнего гражданина. Потерпевший, самарец 1991 года рождения, сообщил полицейским, что 10 февраля в 10 часов утра у торгового киоска неизвестной силой отобрал имеющуюся у него наличность в сумме 30 рублей. Зачем молодому человеку так понадобились эти 30 рублей, не сообщается. Уголовное дело возбудили по статье грабеж. И значит, даже за столь незначительную сумму предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы. 8 пожаров за сутки, из них в жилом секторе 6. Самое крупное ЧП произошло в Кульбышевском районе Самары. На месте вызова горел частный дом и надворные постройки на общей площади 100 квадратных метров. К месту пожара по номеру вызова пожар номер 1 без прибыли 44 человек личного состава, 10 единиц основной и специальной пожарной техники. В ходе проведения работ по ликвидации пожара были обнаружены тела женщины 1950 года рождения и мужчины 1970 года рождения. Практически один час понадобился сотрудникам МЧС, чтобы справиться с огнем. Причины гибели людей и возникновения пожара сейчас устанавливаются.